Всем привет! Вы находитесь снова на канале Алена. И сегодня у меня уже третья часть моей готовой работы. Ну, если поточнее, готовой работы не только моей, но и моих детей и моей сестры. Вот на данном моменте представлена работа виноград, моя любимая фирма Риолис. Вот посмотрите, насколько она смотрится естественно. Выполнена она шерстью. Я уже говорила, что не очень люблю вышивать шерстью. Больше люблю все-таки нитками мулине. Но, как бы, здесь, к сожалению, шерсть. И все равно вышивала, потому что мне очень понравилась сама идея вот этого винограда. Что могу сказать об этой работе? Не так легко вышивается в каком отношении? То есть надо быть очень внимательным. То, что здесь нитки в две есть, вышиваются. В одну нитку, крест, полукрест, меланж. И, в общем-то, так как техники несколько видов. А еще, как бы, шов вперед иголку. То есть такой вот классический тоже немножко представлен. Но за счет всего этого работа смотрится натурально. Особенно, вот видите, она вдалеке. Она прям как будто вот такое ощущение, что прям в грузе винограда. Нелегкая работа вышивается сложно. Чтобы придать красоту виноградинкам, вышивается там один крестик, в другом месте этим же цветом один крестик. Если вы не любите делать большие протяжки, вот лично я не люблю, то получается, постоянно приходится менять у иголки нитку. Ну, из-за этого работа долгая, кропотливая, но смотрится очень хорошо. Еще раз повторю, сериолис, моя одна из самых любимых фирм. Еще не было у меня ни одной работы, чтобы вот я вышила, и потом думаю, ой, какая некрасивая. Нет, таких вот, хотя я вышивала их очень-очень много. Следующая моя работа, это фирма Панна. Знаете, как получилось? Моя знакомая купила ее, начала вышивать, прям буквально чуть-чуть. Потом говорит, ой, я не хочу, мне так это не нравится. И, в общем, она мне ее принесла с нитками, со схемой, и я вот ее довышивала. Вот что в результате получилось. Вообще, у Панны очень красивые работы. Я тоже вышиваю их. Ну, не часто, да, могу сказать, что не очень часто, не так, как Риолис. Вот это вот такая более простая работа, называется Веер счастья. Ну, как бы, насколько там счастья, не знаю, но вот она висит у меня на кухне, подходит под мой интерьер кухонный, смотрится, в принципе, достаточно неплохо. Следующая работа, тоже фирма Риолис, выполнена шерстью. Это вышивала моя дочка. Здесь, знаете, как бы очень легкая схема. Настолько легкая, настолько простая, вышивается так легко и хорошо. Чем еще и интересно, смотрится тоже очень оригинально. Она у меня висит в коридоре кухни. Сначала хотела на кухне, но у меня кухня небольшая, к кухне идет небольшой коридорчик, и как бы там пустая стенка, мы повесили, они там смотрятся очень хорошо. Из этой серии она вышивала две работы. Сначала вышила одну, потом мы взяли и вышили к ней комплект. Сейчас я вам покажу второй. Вот вторая работа. Это мороженое. Одна называлась, если я не ошибаюсь, коктейль, вторая называлась мороженое. И посмотрите, как они смотрятся вместе, очень красиво. Кстати говоря, схемы здесь набор, вернее, здесь не покупался набор. Они очень недорогие. Вышиваются, знаете, берешь ниточку и туда-сюда гоняешь. То есть не надо постоянно менять, вышивается очень легко, просто, смотрится очень оригинально. Две они вообще смотрятся очень хорошо. И, соответственно, могу вам сказать, что подобрали сюда достаточно простые дешевые рамочки. Что-то в районе 90 рублей, я не помню, сколько конкретно сейчас покупалось. То есть и получалось не затратные, но очень оригинальные. Вот такие работы, ну, как уже говорила, пополняются они шерстью, вышивала их моя дочка. Могу сказать еще то, что в этой коллекции из этой серии вот представлено еще несколько работ. Одна такая достаточно длинная. Не знаю, сейчас уже Риоли сняла ее с производства, не сняла. Ну, как бы не могу вот это вот сказать. Ну, то есть вы можете еще к ней добавить и длинную, то есть две квадратных и одну удлиненную работу. Смотрелось бы, мне кажется, шикарно. Просто мне ее, честно сказать, даже некуда. Я сначала думала, может вышить, может быть, не вышить. Потом решила, что все-таки, наверное, мы не будем ее вышивать, потому что повесить некуда. И еще могу сказать, что это вариант, наверное, не для продажи, потому что как-то просто смотрится работа. Хотя, кто знает, в общем-то, может быть, и кому-то нравится. Следующая моя работа – это филин. Заказывала я ее на Алиэкспрессе, пробовала, брала, знаете, как бы увидела. Мне очень понравился сам рисунок, ну, вот сама работа. Думаю, ну, закажу, попробую, как она будет выглядеть вообще по факту в действительности. Вот посмотрите, что получилось. На самом деле филин просто шикарный. Причем я хочу сказать, что сейчас я буду вышивать уже третью работу, потому что первые две у меня купили. Вернее, вот это еще пока здесь, ее уже тоже забирают. И хочу сказать, что очень хорошо, быстро вышивается. Смотрится естественно. Вышивается она нитками мулине. Фирма там, к сожалению, не написана. Когда буду делать обзор своих покупок вышивки на Алиэкспрессе, вы тогда, если хотите, сможете посмотреть, какие там ниточки, как там все представлено. Что могу сказать еще? Здесь обработан край конвы. Тоже очень удобно. Конвай не сыпется и не затрачивается время на обработку самого края. Потому что я знаю, что многие вышивальщицы, не только я, но и другие, обязательно обрабатывают канву. Неудобно, знаете, когда начинают ниточки влазить и они как-то мешаются. Вот такой вот филин. Посмотрите, насколько он прекрасно выглядит. Такое ощущение, что вот его огромные глаза прям так и смотрят на тебя. Он мне самой безумно нравится. Я уже думаю, наверное, придется после того, как я сделаю третью, мне, наверное, придется вышить себе четвертую. Потому что я уже прикинула, куда я могу ее повесить. В общем-то, работа, которую можно, мне кажется, вышивать до бесконечности. Следующая работа – это фирма «Алиса». Называется она «Умка». Ее вышивал мой сын. Что могу сказать про эту работу? Она настолько естественная, настолько красивая. Тоже фирма «Алиса». У них очень красивые, хорошо, вернее, подобраны нитки. Из-за этого смотрится все очень натурально и очень естественно. Ну, такая детская работа. Мишка такой с мамой напоминает мультик. Вы знаете, настолько она добрая. Мне тоже фирма «Алиса» нравится. Единственное, что могу сказать, вот если по ценовой категории, по крайней мере, раньше получается, что... Что могу сказать по ценовой категории? Раньше, когда вот заказывала, все-таки фирма «Ариолис» была немножко подешевле, чем фирма «Алиса». В основном у ней, конечно, нитки идут мулине. Не встречала. Может быть, мне, конечно, не попадалось. Шерсти я у них вообще не встречала. Схема у них, что мне еще нравится, цветная. Так же, как и у «Ариолиса». Люблю цветные схемы. Они очень-очень понятные. Это две работы моего сына. Одни из самых первых. Вернее, по-моему, вообще самые первые. Мишка рыболов. И ему сначала он вышел одну работу с щукой. Потом ему подарили набор с удочкой. Ему так это понравилось. Были еще работы из этой серии. Единственное, что вот они у нас, к сожалению, не сохранились. Так как это были его самые первые работы, то мы их как бы оставили. Видите, вот они как смотрятся. Опять же скажу, что фирма «Ариолис» даже вот такие небольшие детские работы, они настолько смотрятся эффектно, красиво, что вы можете спокойно их поставить, куда-то повесить, кому-то подарить. Вот наш вариант, когда мы раздарили из этой серии, у нас там была, мы вышивали мишка свадебная такая. Потом была еще мишка-космонавт тоже вот из этой же серии. То есть там большая достаточно мишка у них. Ему он очень понравился, он вышивал их много. Ну, раздарили. То есть вот то, что вот осталось. Хочу рассказать про эту работу. Это автомобиль. У меня сын безумно хотел целую коллекцию таких автомобилей. Мы были на выставке с дочерью в Сокольниках, увидели этот автомобиль. Знаете, увидели, была корзина распродажа. Это фирма, не могу даже сказать, какая. Знаю, что вообще она, как потом по факту оказалась, все остальные автомобили из этой серии были безумно дорогие. Что-то порядка около тысячи. Эту мы взяли на распродажу там за каких-то 450 рублей. Она сделана, в общем-то, техника, обычная вышивка. И немножко бисера. Ну, совсем чуть-чуть. За счет этого она вот такую пикантность придает. Машина смотрится тоже естественно, красиво. Вышила ему одну работу. Потом он передумал себе делать комнату, чтобы там были машины. И комнату мы ему поклеили другими обоями, покрасили там что-то. И в стиле город. Поэтому вот она одна осталась. Лежит она у меня пока так, машина. И другие, к сожалению, я так и не купила. И, в общем-то, она одна. Хотя там серия, я не знаю, три или четыре машины. Сейчас может быть больше. К сожалению, вот не могу вспомнить тоже фирму. Потому что вышивалась, наверное, года два назад. Вышивается она тоже достаточно легко. Несложная схема. Но смотрится очень естественно. Следующая работа – это березки, березовые рощи. Что здесь интересного? Эта работа вышита бисером. Вышивала ее моя сестра. Она такая рукодельница. Чем еще интересно? То, что у нее, знаете, дома нету кошки. Я вот в прошлый обзор рассказывала, что у моей кошки пытаются все-таки бисер погонять. Могу сказать, что у ней в тот момент кошки не было. И что еще тут интересно? Она, естественно, не гоняла. И она вышила ее достаточно быстро. Она также здесь полное заполнение. Вы только представьте, какое количество бисера сюда ушло. То есть это затратная по деньгам работа, финансово затратная. Что здесь еще интересно? То, что бисера здесь, ну, очень много, честно вам сказать. Она также любит использовать чешский бисер, потому что он более качественный. И здесь дается возможность как-то, знаете, оттенки лучше передать. Он лучше смотрится в итоге. Вот посмотрите, насколько красиво, насколько естественно. И не скажешь, что это вышито бисером. Хотя это вот бисер на ткани, полное заполнение. Здесь еще тоже недешевая рамка за счет того, что недешевые рамки, как бы работа всегда смотрится гораздо лучше. Потому что вот, может быть, помните, там представилась своей, вернее, работа своей дочери. То, что мы на кухне, ну, в коридоре висит вариант такой кухонный. То есть там как раз вот более дешевая рамка, более дешевая схема. Здесь вот уже небюджетная работа. То есть работа достаточно такая большая, затратная. Но в итоге она смотрится очень красиво. Что еще могу вам сказать? Что приятно было поделиться с вами теми вышивками, которые есть в нашей семье. Заходите на мой канал. И могу еще сказать, что не расстраивайтесь опять же. Это не все работы. То есть будет еще часть работ. Потому что сейчас уже подходит к завершению несколько работ. Плюс еще в оформлении, то есть не оформляли работы. Будет работа та, которая делается под заказ. То есть на данный момент еще будет несколько, представлено несколько работ, которые мы вот в ближайшее время на ваш обзор оставим. Но хотелось бы, конечно, услышать комментарии. Нравится вам моя работа, вернее, работы моей семьи нет. Что не нравится, если, конечно, у вас будет желание писать. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам хорошего. С вами была Алена. До скорых встреч.